Дорогие друзья, еще один урок на тему главы Трума. Мы знаем, что для постройки храма нужны были определенные материалы. И одна из составляющих этих материалов были ацейшитим. То есть это особые деревья, ацейшитим, которые называются. И они были определенного размера. Они должны были быть определенного размера. Тора говорит, что они были 10 ама в длину. 10 ама это 5 метров примерно. И 1,5 ама в ширину. То есть 75 сантиметров примерно в ширину. То есть вы представляете, какие большие деревья это были. И тут задает Тора вопрос. Откуда у них в пустыне были такие деревья? И отвечает Раша. Он приводит пример Раби Танхума. И для него это очень важно. Мы сейчас это подчеркнем с вами. Что для Раши важно, что эти деревья у них были. Они их вынесли именно с собой. И вообще Раша говорит, что все, что они строили, это уже у них было. Потому что говорит, вы их ху. То есть возьмите мне. Возьмите из того, что у вас есть. Так объясняет Раша. Так Рэба подчеркивает, что это язык Раши. Поэтому этот комментарий для Раши был очень важен. Но Рэба раскрывает еще одну сторону, что для Раши был важен этот комментарий не только поэтому, а потому что этот комментарий принес Раби Танхума. И мы сейчас об этом с вами подробно поговорим. Тот комментарий, который дает Раша, Раби Танхума, он говорит, что более 200 лет назад, перед выходом евреев еще из Египта, эти акации, деревья Шетима росли уже там. Вот эти деревья взял всаженцем из земли Израиля. Взял никто иной, как Яков. Когда Юсеф его пригласил спуститься в Египет, он с собой взял вот эти саженцы. И на вопрос, откуда он взял с собой эти саженцы, он был ответ, что в будущем Яков видел пророческим даром, что евреи должны сделать скинью завета. То есть, что евреи выйдут из Египта и сделают скинью завета. То есть, из скинью завета это будет, должна делаться из этих деревьев. И поэтому он посадил эти деревья в Египте. И эти деревья росли там около 200 лет, даже больше, как мы видим. И они выросли до таких размеров, которые были. И именно, когда евреи должны были выходить, Яков передал им наказ, что когда вы будете выходить, обязательно срубите эти деревья и возьмите их с собой. То есть, из них вы будете строить переносной храм. Ну и тут у нас возникает много вопросов. Есть те, которые не совсем согласны с Рашер-комментаторами? Они говорят, это в принципе не очень понятно. Зачем? Потому что известно, что евреи могли в пустыне, находясь, купить эти деревья. Почему купить эти деревья? Откуда купить эти деревья? Потому что мы знаем, что пишется, когда они ели ман, они не испражнялись. Но одна из заповедей, которая гласит, что было отдельное место для испражнений. Значит, да, кто-то испражнялся, но не от мана. Потому что они заказывали различную еду, могли заказать у бедуинов или еще кто-то, кто мог приносить. Есть такой комментарий. Другой комментарий, это что деревья, которые росли в Египте и так далее, и так далее. И почему некоторым из мудрецов трудно с этим комментарием? Потому что простая вещь, мы говорим фараону, что мы выходим на три дня пути, да, и с собой выносим такие громаднейшие деревья. Вы представьте себе, пятиметровые деревья, которые очень трудно нести было вообще, и как евреи это переносили вообще все. То есть зачем идти по сложному пути и вообще оправдывать или объяснять, откуда у них они вообще были, если могли быть как оттуда, так оттуда, так и оттуда. Но мы видим, что для Раши очень важно подчеркнуть, что это те самые деревья, которые посадил никто иной, как Яков в Египте. Любайческий Рэбе подчеркивает, что очень важно знать, кто был комментатором, который Раша приводит. Раби Танхума, слово утешать. То есть слово Танхума. Почему? Потому что, когда евреи находились в Египте, эти деревья были для них знаком утешения. Какой знак утешения? Что когда им было тяжело, и когда был страшный гнет, и когда кидали детей в Нил, и все остальное, они не могли понять, когда это все кончится. Но когда они подходили к этим деревьям и видели, как они растут и становятся все крупнее и крупнее, они понимали, что вот это то обещание, которое вселяло в них надежду на избавление. То есть каждого еврея это был тот особый символ, который говорил ему, что мы не относимся к рабам. Что рано или поздно мы выйдем из рабства, как бы тяжело нам не было, и мы будем частью того святого, свободного народа, который получит Тору. И всегда это им напоминало. И так могли привезти детей, да, их родители, когда дети говорили, как тяжело, говорят, ничего, ничего, посмотри. Вот видишь эти деревья, мы их обязательно возьмем с собой, мы обязательно пойдем. И даже если то поколение не успевало, оно вырастало и передавало им дальше, что эти деревья, которые мы возьмем с собой. Есть очень интересная история, которая пишет о одной из причин разрушения храма. То есть что в одном из местечек было обычай садить деревья. То есть когда кто-то рождался, садили дерево. То есть это дерево росло, это был символ там новой жизни. И когда-то там произвела императрица или кто-то, и сломалась повозка, и она приказала срубить дерево для того, чтобы сделать ось новую. И тут люди местные увидели, накинулись, и для них были эти деревья очень дорогие. Ну, к чему я говорю эту историю, что эти деревья для евреев были очень дороги, потому что это был символ выхода из Египта. Это был символ того, что мы будем свободными людьми. Очень трудно находиться в изгнании без такого символа, без обещания, которое было у нас. Одно из таких чудес, которое говорит Рамбам, что земля Израиля в тот момент, когда евреи будут изгнаны из земли Израиля в будущем, это было тоже особым пророчеством, она не будет давать урожай, она станет как железо. То есть она сомкнет свои уста и будет предана еврейскому народу. Говорит Рамбам, что то, что земля Израиля без евреев не дает ни плодов, не дает ничего, это признак и связь наша и дает надежду и утешение для еврейского народа, что в будущем это будет по-другому. Если вы вспомните историю с Раби Акива, известную историю с Раби Акива, что когда Раби Акива шел вместе с другими мудрецами, когда из-за святая святых выскочила лиса, то есть они сказали, заплакали, порвали рубашку и говорят, вот дикие звери будут ходить по этому, а Раби Акива рассмеялся. Они потом решили, что он сошел с ума, он говорит, что ты смеешься с Раби Акива? Он говорит, я смеюсь, потому что обещание, которое было дано нашим праотцам, которое было дано нам, в теории пишется, что будет место, о котором будут бегать дикие звери, сбылось, раз сбылось, это обещание, то обязательно сбудется следующее обещание, что Всевышний избавит еврейский народ и будет восстановлен опять храм. И это то, что мудрецы сказали, ты утешил наши Раби Акива. Тут Раби это связывает очень сильно, потому что это, почему Раби Акива их утешил, а другой не мог утешить, ведь они прекрасно знали, что храм будет построен, они же были мудрецами еврейскими, но они говорят, что именно зная Раби Акива и зная его слова, и зная, кто он и что он, то есть он дал им надежду, то есть показал, что они просто об этом знали, а он это уже видел сейчас. И он передал им это особое видение именно сейчас. И переходя к нашему моменту, мы видим тоже очень интересную вещь. Говорит Раби, что в нашем поколении эти деревья это праведники, потому что есть отрывок, что праведники расцветут потом на кедры ливанские, и будут плодоносить в старости и так далее, и так далее. Почему Пасук связывает, отрывок истории из Святых Писаний, связывает праведников именно с кедрами, именно с деревьями, намекая нам на те деревья, которые евреи взяли с собой при выходе из Египта. В тяжелую минуту эти праведники возвращают наши сердца к вере в Богу. Смотря на этих праведников, мы видим, как эти деревья, примерно как деревья, которые взяли с собой цейшитим, мы видим, что они дают символ и надежду. Поэтому именно наши праведники сравниваются, говорят, что они расцветут подобно деревьям. Любой человек, который хоть когда-то общался с ливайческим Рэбе, он видел гиу, он видел открытие, он видел, что человек, который уходил, его Рэбе мог повлиять, что Всевышний его возвращал. Что любой человек, который видел что-то, который чувствовал что-то у Рэбе, у него были определенные ощущения, которые просто невозможно было описать. То есть, другими словами, у него были особые чувства, которые праведник в него вселял. Праведник вселял ему веру Машеха. Как мы знаем, известную историю от Элли Визеля, что Элли Визель пришел к Рэбе после того, как он пережил Холокост. И я не могу понять, как человек, переживший Холокост, и какие надежды. И то, что он пережил, он сказал, что Рэбе вернул мне веру. То есть, Рэбе вернул мне радость от служения и веру в то, что придет Машех. То есть, это то, что делали наши праведники. Именно не случайно ревайческий Рэбе имя его Минахем, от слова утешитель, утешает. То есть, Рэбе именно тот, кто поднял вот этот кампейн по приходу Машеха. Потому что каждый из нас три раза в день, когда молится, он говорит, и возвратишь ты мертвую жизнь, и приведешь праведного Машеха. То есть, мы все знаем, что это вот-вот должно случиться, и мы всегда молимся об этом каждый день. Ну, молимся мы, молимся, но тем не менее, это не приводит нас в особое чувство, в особую радость. А Рэбе сделал так, что идея прихода Машеха была у нас каждый день, каждое мгновение. Чтобы мы понимали, что каждая заповедь, каждая деталь должна привести нас к более высокой цели. Это приход Машеха, как мы говорили в предыдущей лекции, когда мир станет совершенен, и в мире раскроется власть Всевышнего, в мире раскроется святость Всевышнего. И мы увидим своими глазами воочию, что он наполняет все небо и землю. Мы увидим, что этот стол, на котором мы делаем урок, этот телефон, он будет говорить вот эти буквы, которые меня оживляют, и вот энергия, которая меня поддерживает. И поэтому очень важно для нас вот это особое осознание и чувство. И тут вспоминается знаменитая история с Раврелезер Наносом. Я ее уже рассказывал, что Раврелезер Нанос, это один из легендарных хасидов еще предыдущего Рэбе, он отсетил 20 лет в лагерях. Не дай бог кому-то пережить то, что он пережил. Кличка у него была в субботу. Почему кличка была у него в субботу, вы, наверное, догадались, потому что даже в лагерях он умудрился соблюдать не только субботу, а многие другие заповеди. Но суббота это была его визитная карточка. Все знали, что такое суббота для него. Первый шаббат я читал в этой книге. Их отправили куда-то в Северный Казахстан. Я, к сожалению, не знаю, где именно их отправили. Надо посмотреть в какой-то из лагерей. И очень много польских евреев тоже отправили. Я уже об этом говорил, что те люди, которые так иногда празднуют победу над нацизмом, это большая вещь. Но они иногда недооценивают некоторую роль. То, что поляки, что когда немцы вошли в Польшу, и евреи, которые там находились, понимали, что им уже будут последние дни, они убегали. Куда они могли убежать? На территорию Советского Союза. Они пересекали границу с Советским Союзом. И тут они, так как немцы были союзниками Советского Союза, они считали, что евреи незаконно пересекли границу и отправляли их куда-никуда в лагеря. И там большинство вот этих польских евреев погибло в этих лагерях. В советских лагерях погибло. Вот этот советский режим, который, как сказал Леви Ицкак, отец любавческого рэба, он сказал, что Сталин не намного лучше Гитлера и Махшмон. То есть, что Сталин мог все время сделать и покруче. И он хотел это сделать. Но не в этом наша тема. Итак, там был еще один польский хасид. И когда им сказали, что нужно идти работать, они сказали, что у нас шаббат. А шаббат, сейчас мы вам объясним, что такое шаббат. Они разделили их догола и подняли на вышку. Тот, кто живет в Казахстане, в северном, особенно понимает, что такое зимой, встать на вышку, на этих морозах, на этих ветра. Человек, как сосулька, заледенеет в течение маленького времени. И они сказали, хотите жить, да, спускайтесь и работайте. Не хотите, находитесь там. И они стояли там, их был где-то пролом в другом месте. Да, то есть, где-то и какой-то обвал, обрал там, и все заключенные послали туда, и их начальники, и какой-то один из начальников, который был в этом лагере, он был евреем. Он их быстро пожалел, он их спустил с вышки, обтер их спиртом, натер их, чтобы они не отошли от этого замерзания. И перед тем, как вернулись те, которые их наказали, он их поставил обратно. И когда они увидели, они сказали, этих жмуликов пора снимать. А потом увидят, что они живые. Это на них произвело огромнейшее впечатление. И как они не пытались его сломать, не получалось сломать. Но очень интересно, что он отсидел 10 лет. Сначала он был приговорен к 10 годам. И момент он был как политический. И момент, когда 10 лет заканчивалось, они очень сильно хотели его сломать. И они его так хотели сломать, что они ему решили как-то еще дописать 10 лет. Но как это сделать? Они его отправили в другой лагерь. Сказать, иди выйти туда, принеси туда. А потом сказали, он пытался побег. То есть, это была попытка побега. И как человек за неделю, за две недели, не знаю, ну за месяц, даже за полгода, перед освобождением 10 лет, он будет куда-то бежать. Ему делают как будто бы побег и добавляют еще десятку. Да, он уже садит его с уголовниками. И с уголовниками его садят очень серьезно. И там эта книга описывает, кто может прочитать. Я не помню, она есть на русском языке, я точно знаю. И вы можете почитать подробности. Я читал это очень давно еще на иврите, когда у меня иврит был не очень. И поэтому, может, какие-то моменты я неправильно перевел, какие-то нет. Но один момент, который очень известен. Известен момент, который его спросили ученики. Потом известно, он вышел, он сидел эти 20 лет. И потом, впоследствии, он был в Иерусалиме. И он был в Израиле, преподавал Тору в Иерусалиме и Тору в других городах. И пишется, что он ходил с палочкой. То есть он ходил с палочкой, с костырями чуть ли, потому что здоровье его сильно угробили. И однажды он поехал специально к Рэбе, чтобы увидеть Рэбе. И когда он пришел с этими палками, Рэбе ему сказал, Рэбнанас, что это? Он говорит, ну это показывает палки. Он говорит, бросит. Он бросил это, говорит, Рэбе сказал, бросит, бросит. И он сказал, Рэбнанас, я возвращаю тебе все то, что ты отсидел в лагерях. Он прожил очень долгую жизнь, там больше 90 с чем-то лет, даже, по-моему, за 100 лет, я не помню сколько. И люди помнят, как он танцевал на столе после того, как Рэбе сделал это чудо, спустил его сверху от Всевышнего, что человек этот танцевал, как бы он ему вернул вот эти страшные годы и дал ему здоровые годы жить и встретить хорошую старость. Но не в этом дело. Спросили однажды Рэбнанаса, как он это все выдержал. Как нормальный человек может это все выдержать. И он рассказал очень одну историю. Он говорит, ну, они говорят, мы понимаем, но представьте себе вы, человека, которому приговорили 10 лет, там, и он уже их заканчивает, и тут дают еще 10 лет. И он понимает, что он не выйдет оттуда. Как человек может выдержать это? Как человек может не сломаться? Он говорит, знаете, что помогло мне не сломаться? Потому что у меня было от предыдущего Рэбе обещание, что я буду учить еврейских детей в Иерусалиме. А Рэбе, это Рэбе, Рэбе не может ошибаться. Иначе он не Рэбе. Если Рэбе что-то обещает, дает благословение, это благословение должно сбыться. И я всегда знал все эти 20 лет, что я буду в Иерусалиме обучать еврейских детей, не зная как, как бы не выглядело это тяжело. Я верил в обещание Рэбе, потому что Рэбе не может дать просто так обещание. И это обещание сбылось. И также для нашего народа вера и видеть эти, поэтому Раша важно, что евреи должны были видеть знак того, что будет избавление. Евреи должны были видеть, что Всевышний хочет избавить их с этого дикого рабства. И то же самое сейчас мы видим, что Всевышний хочет избавить нас от этого рабства. И вот-вот-вот мы будем встречать нашего правильного Машеха вместе в скором времени.